Всем огромный привет! Вы на канале На Кухне у Цыганочки. Как видите, я жарю очень вкусные воздушные пирожки. Начинка у меня печень. Конечно, с этим тестом можно готовить с любой начинкой пирожки. Но я сегодня хочу показать вам, как приготовить печеночную начинку сочной, вкусной, чтобы она не была сухой. Приготовление, начиная с вкусного дрожжевого теста, для него я беру полторы чайные ложечки соли, 2 неполные столовые ложки сахара, 1 яйцо, можно взять только желток, 11 грамм быстродействующих дрожжей, 5-6 столовых ложек подсолнечного масла, вода комнатной температуры или чуть-чуть тепленькая, она не должна быть горячей, чтобы дрожжи не погибли. 370 миллилитров, это полтора стакана по 250 грамм. И пару минут пусть постоит, дрожжи уже начнут работать, они активируются. Полный рецепт смотрите под видео в описании. Также там еще есть ссылочки на другие мои видео, на Яндекс.Зен канал, заходите, подписывайтесь. Понемножку начинаю добавлять муку и замешиваю. Мука всегда разная, поэтому уходит разное количество, но я вам скажу, сколько у меня ушло. Оно универсальное, из него можно готовить любые пирожки, пироги, как сладкие, так и нет. Если вы добавите немного больше сахара, тесто будет уже более сладкое и можно готовить пироги или пирожки со сладкими начинками. Нужно хорошо вымесить, примерно пару минут. Оно должно получиться вот такое вот мягкое, не забитое мукой. У меня на это ушло 650 грамм. Добавляйте муку частями понемножку. Потом накрываю пленкой, можно полотенцем, чтобы верх не засыхал. И ставлю в теплое место, для того, чтобы оно поднялось. Через часик уже поднимется. А за это время я как раз подготовлю начинку. У меня печень куриная 700 грамм. Также я беру одну крупную луковицу, 150-200 грамм примерно, и мелко ее режу, просто кубиком, как обычно. Лука всегда беру побольше, так как он добавляет сочности, ну и вкуса, конечно же. В разогретую сковородку добавляю подсолнечное масло, 3-4 столовые ложки. Жарю лук до золотистого цвета. Печень я буду пропускать через мясорубку. Может кто-то удивится, но начинка получается очень вкусная. Пожалуйста, пишите в комментариях, знали ли вы такой способ приготовления. Будет очень интересно почитать. Все, лук уже стал золотистый. Отправляем сюда печень. Готовится она очень быстро, не надо ее долго готовить, пересушивать. Перемешиваем. На высоком нагреве готовлю. В процессе, когда будете жарить печень, посмотрите, если нужно, добавите немного масла. Здесь, смотрите, кто-то любит побольше, кто-то поменьше. По вкусу посолить и поперчить. Кроме соли и перца, я ничего больше не добавляю. Перчика с пол чайной ложечки. Прошло примерно 5 минут. Смотрите, лишняя жидкость выпарилась и печень осталась все еще сочной, но лишней влаги уже в ней нет. Так что выключаем и снимаем с плиты. Печень готова. Тесто хорошо поднялось. Вот такое вот замечательное получается. Обязательно приготовьте вот это тесто. Воспользуйтесь этим рецептом. Уверяю вас, оно вам понравится. Смазываю стол и руки немного подсолнечным маслом. И перекладываем тесто на стол. Смотрите, какое получается пушистое, воздушное. Слегка его обминаю. И делю его уже на кусочки. Примерно грамм по 40 у меня будут пирожки. Ну а там вы уже смотрите сами. Можете сделать по 40, можете по 140. Кому как больше нравится. У меня примерно по 40 грамм я беру. Такие средние, не очень крупные, но и не слишком мелкие. Я сейчас быстро так сделаю все заготовки. И продолжим с вами дальше. Начнем уже формировать пирожки. Начинка как раз сейчас у меня за это время уже подостыла. Она должна быть остывшей. С этим тестом очень приятно работать. Оно получается и в работе легкое, и на вкус просто изумительное. Попробуйте обязательно, не обязательно готовить пирожки с печенью. Но и с печенью тоже приготовьте, так как получаются сочные вкусные пирожки. Ну и с любой другой начинкой пирожки будут просто великолепные. При раскатке муку не использую. Ну здесь уже по желанию. Хотите, можете использовать немножко, подсыпать. Ну так, чтобы потом мука не горела. Когда вот так вот просто с маслом пирожки не горят. Мука на сковородке не горит. И мне так удобней. Все раскатываем. Можно даже, кстати, скалку не использовать. Просто руками растягивать. Оставшуюся всю жидкость она впитала в себя. И выкладываем. Ну здесь уже тоже кто как любит. Кто любит начинки больше, кто меньше. Хорошенько защипываем края. У меня получается тонкое тесто и много начинки. Продолжение следует. Проверяем, нагрелось ли масло. Смотрите, видите, пузырится палочка. Значит масло уже нагрелось. Можно пирожки отправлять. Огонь у меня сделан ниже среднего. Жарим до красивого золотистого цвета. Масло я налила в сковородку примерно где-то около стакана. Ну вы смотрите по объему, конечно, своей сковородки. Как только стали вот такие вот красивые золотистые, их можно уже снимать с плиты. Только смотрите, жарьте на невысоком нагреве, чтобы тесто внутри сырым не оставалось. При раскатке я не использовала, да, муку. Посмотрите, масло чистое, оно не горит, так что очень удобно воспользоваться маслом, а не мукой. И воздушное вкусное мягкое тесто, оно очень универсальное. Приготовьте что-нибудь с ним и вы точно не пожалеете. Также внутри получается сочная вкусная начинка, не сухая. Посмотрите, какая прелесть, какие вкуснейшие пирожки. Всем приятного чаепития. Я вам очень благодарна, что вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями в соцсетях, так как это очень помогает продвижению моего канала. Спасибо вам огромное за лайки, за комментарии и за ваши добрые пожелания. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мое новое видео. Желаю вам хорошего настроения, здоровья и увидимся с вами уже в следующем видео. Берегите себя!